Итальянцы Марко Солини и Сальвадор и Барбатана в Россию попали впервые. Их знакомство со страной произошло благодаря международному фортепианному фестивалю «Подмосковные вечера», который традиционно проходит в городах Московской области. Четвертую осень подряд Видновская детская школа искусств также принимает в своих стенах известных европейских музыкантов, обладающих большим педагогическим опытом. Это, во-первых, соприкосновение с великими людьми, с великими музыкантами, тем более с зарубежной культурой, которая для детей очень важна и цена. И, мало того, каждый год проходят мастер-классы с нашими учащимися, может быть, прислушаются, даст какой-то толчок, кому-то трамплин к совершенствованию своего мастерства, а кто-то, может быть, изменит свое отношение к музыке и выберет ее своей профессией. Ученица Видновской детской школы искусств Ульяна Шмелева играет на домре, но ей было интересно послушать, как гости из Италии в четыре руки виртуозно исполняют произведения на фортепиано. Ей понравилось, но показалось, что это очень сложный музыкальный инструмент. Фортепиано, мне кажется, сложным инструментом, и нужно очень много терпения, чтобы сыграть очень длинное произведение. Но не только юным музыкантам интересны и полезны такие концерты. Большой зал школы позволяет вместить всех желающих приобщиться к мировым произведениям в исполнении выдающихся мастеров. Концерт нам очень понравился, репертуар такой интересный выбран. Восточные мелодии, значительно их слышно было, и я думаю, это детям хорошо, познавательно. Прекрасный концерт, музыка разнообразная. И знаете, самое главное, очень радует, что именно в наш город приезжают звезды такого масштаба. Если честно, это все неожиданно. Конечно, в том году был Дмитрий Маликов, в этом году итальянцы. Мы ждем еще чего-то новенького от школы искусств. Этот концерт был интересен еще и тем, что фортепиано – уникальный и многогранный музыкальный инструмент, у которого множество возможностей. Возможности колоссального этого инструмента, как солирующего инструмента, как инструмента, который может выступать в ансамблях, например, с другим инструментом, с голосом, или в дуете, как сегодня, фортепиано, или с оркестром. В этот вечер Марко Солини и Сальвадора Барбатана сыграли оригинальную фортепианную версию «Сюиты Шахерезада» Николая Римского-Корсакова и две симфонические поэмы «Ференса Листа». Зарубежные гости остались очень довольны залом, звуком и количеством слушателей. Зал и в целом все замечательно, все очень красиво. Нам понравилась эта школа и то, что мы увидели много счастливых учеников. Во время концерта чувствовалась особая эмоциональная связь со зрителями. Мы благодарим всех за гостеприимство. Сейчас организаторы начинают готовиться к следующему, уже юбилейному фестивалю «Подмосковные вечера» и обещают показать публике новых, достойных гостей с не менее яркими выступлениями.